Всем привет! С вами Кучерява Злодей. Вы смотрите Вестник ММА. Сегодня мы находимся в клубе FightZone, где проходит семинар Андрея Корешкова. Пообщаемся с Андреем, посмотрим его семинар, также пообщаемся с его менеджером Алексеем Жернаком. Поехали, ребятки! Субтитры делал DimaTorzok Сейчас смотрите, для этого упражнения нужно добавлять всегда в разминку, особенно когда вы нарабатываете борьбу. Почему? Во-первых, развивается чувство борьбы, и во-вторых, вот этот захват чаще всего используется около стенки. Очень не энергозатратный, прием очень простой и очень эффективный. И человек начинает защищаться. Я не могу, а мне нужно. Вот смотрите, в тот момент, когда я начинаю закручивать, я его с одной стороны... То есть он себя защищает, но с другой стороны вводит в уязвимое положение для другого приема. Сейчас смотрю. То есть, опять же, он делает немножко встречное движение на меня, потому что он двигает за мной. Сейчас я двигаюсь с ним, с ним, с ним, с ним. И мне достаточно вот эту ножку немножко обойти, да? Я же шагаю назад и перейти в две ноги. И у меня получится. Почему? Потому что вот эта нога, она двигается за мной. Я выполню слова тренера. То есть драйв-драйв. Постоянно движение, движение, движение. То есть, если я вцепился, я должен бежать, сносить его до тех пор, пока не упадет. Уперся грудью у него. Уперся плечом у него. И вставил ногу. Она просто... Ну, ее как будто нету. Она стоит так для равновесия. Ей я уперся между ног для того, чтобы ему неудобно было ходить. И я его прижимаю. Отсюда, вот с этого контроля, да? То есть я могу либо наносить удары, либо пробовать менять захват. Опять же менять. С ударом менять. Проходить в ноги. В две. В одну. Пробовать, забирать корпус. Обязательно выйти вперед. Не назад. Еще раз. Самое главное. Раз. Встать боком. Уже начинается мой парк. И здесь мы уже поборемся по-другому. Начинаем его наклонять. Очень часто, если вы правильно это делаете, да? То есть уперлись коленом. Видите, нога оторвалась. Да, пацаны. То есть я на это муанку внимания пишу. Это очень большая ошибка. Нога не прижата. Да? Тоже ошибочка. Хватай. Выдергивай. Перехожу. Когда меня держат, самое главное, как можно шире поставить ноги, чтобы даже если он попробует пойти, он меня не бросил. Он не сцепил руки. То есть бросит. Он все равно сможет, да? Вот отсюда. Он может попытаться просто вырвать ноги мои и тому подобное. Но если вы шире держите ноги, вам намного удобнее будет защищаться. Вы будете более комфортно себя чувствовать. Взял ножку. Под шагу. Вырвал. Вырывание происходит либо когда я тяну спиной назад, либо вытирание стенки. Раз. Это уже бросок у стенки. Очень широ. За счет этого будет у меня как бы устойчивость. Вот эта рука всегда на месте. Она не дает его руке опуститься еще ниже. Второй рукой я контролирую его кистью. Здесь смотрите что происходит. Вот просто механизм. Чтобы ему сделать бросочек, да? То есть с верхнего уровня он опустился ниже. Соответственно мой центр тяжести также должен опуститься ниже. Вот если в этой позиции я его контролирую. Здесь достаточно просто уйти. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит семинар Андрея Кришкова. Мы с ним встретились и решили задать ему пару вопросов. Андрей, приветствую. Андрей, у тебя в 2015 был всего один бой. И все твои фанаты и вообще все фанаты ММА в России ждут от тебя боев. Расскажи о своих планах. Будет ли... Есть ли анонсированный бой уже когда? И есть ли имя соперника? Ну, сейчас, естественно, пока никакой информации нет. По этому поводу лучше обратиться к моему тренеру Санду Шеременко с таким вопросом. Либо к моему менеджеру Сережинакову. Я пока информации никакой не имею. Но, естественно, в моих планах продолжать драться, выступать и как можно скорее. Расскажи про свою подготовку. Мы видели в последнем твоем бою чемпионском. Ты стал совсем, вообще, новым бойцом. И, можно сказать, бойцом такого нового ММА. Нового поколения. У тебя уже и борьба хорошая, и отличная ударка, и передвижение, и тайминг. Ты что-то менял в своих подготовках, в своих тренировках? Или ты просто движешься по тому плану, по которому ты начинал двигаться с самого начала? Ну, я вообще мало что менял. Потому что менял мой тренер Александр Шеременко. Он выстроил очень грамотную и серьезную подготовку к этому бою. Она длилась... Основная подготовка около трех месяцев. Еще до этого был такой подготовительный период около месяца. И, в принципе, это была такая самая длительная подготовка к китульному бою. И она прошла на высочайшем уровне. Готовились полностью своими силами. Не прибегали к помощи каких-то спарринг-партнеров. И все сделали чисто своими силами в своей школе Шторм. Там мы подготовились, в Америку выехали только для того, чтобы акклиматизироваться. Вышли на бой, выполнили установку и выиграли пояс. Среди фанатов есть такое мнение, что российских бойцов сейчас в Беллатор притесняют. История со Шеременко, история с Магомед Расулым Хазбулаевым. То, что сейчас уволили Сарнавского, уволили Волкова. Как ты считаешь, есть ли такая ситуация в Беллатор на самом деле? Или эти вещи не взаимосвязаны? Ну, тяжело, тяжело ответить. Ну, естественно, конечно, притесняют. Взять ситуацию с Александром Шеременко, как его подставила атлетическая комиссия. Ситуацию с другими бойцами. Естественно, русские бойцы не очень-то и выгодны для промоушена. Потому что они мало известны той же американской публике. Они не ведут себя в стиле Макгрегора, трештокинга. То есть все ребята скромные. Либо показывают свое уважение. И поэтому очень мало запоминаются. И если запоминаются, то только яркими боями. Но не своим поведением вне клетки. Вот так. А это конкретно Беллатор или это просто американский бизнес? Просто в UFC сейчас много российских бойцов. А в Беллатор как раз-таки от них начинают избавляться. Мне интересно, по-твоему, это случайность или нет? Ну, если честно, я не знаю. Но это просто мое мнение, почему они могут быть невостребованы. Именно русские бойцы. И все. А какая на самом деле ситуация, я, если честно, не знаю. Потому что на данный момент у меня, к примеру, все хорошо. И все. Вот так. А то, что у тебя был всего один бой в 2015 году, это твой выбор? Твое решение или это решение организации? Ну, так получилось, что у меня был длительный простой из-за травмы. И из-за того, что я долго восстанавливался после нее. Потом травмировался сам оппонент. И нам предлагали другой бой, но мы решили драться только за титул. И сейчас, ну, наверное, трудно подобрать соперника. Потому что все соперники моего дивизиона дерутся довольно-таки часто для того, чтобы им подготовиться. Им, во-первых, нужно время. Им нужно время для того, чтобы отдохнуть после боя. Вот так. Хотел спросить тебя, ты выступаешь в полусредней весовой категории. Следишь ли ты за другими бойцами российскими, которые тоже в западных промоушенах поступают в такой же весовой категории? Например, там, Альберт Туменов. Следишь ли ты за их боями и можешь кого-нибудь выделить? Ну, да, конечно, слежу за нашими парнями в других организациях. Ну, смотрел бои Альберта Туменова. Очень такие яркие, красивые бои. Молодец, показывает себя с наилучшей стороны. А кого-нибудь еще? Ну, и своей весовой. Ну, именно по хорошим выступлениям могу выделить пока только его. И в западных промоушенах. Вот так. Такой вопрос. Сейчас Виталий Минаков, он тоже находится в роли чемпиона Беллатор в тяжелом весе. Но он часто выступает в России, у него уже было три боя. При этом в Беллатор у него не было за этот год ни одного боя. Позволяет ли твой контракт выступать также, может быть, на российских турнирах или где-то еще? Ну, вообще, как бы, это... Мои выступления – это работа менеджера. И, как вы все видели до этого, то есть, будучи, имея уже контракт с Беллатором, многие бойцы, они выступали в России. Я выступал, Александр Шельменко выступал. И это все, естественно, зависит от работы менеджера. То есть, это решаем, возможно? Ну, сейчас это очень трудно сделать, но, я не знаю, возможно, возможно все. Не могу не спросить тебя. Единственное твое поражение в карьере Бену Аскерну было. Не знаю, смотрел ли ты его последний бой. И он... Последний бой, он... Там был ноу-контест, потому что он попал противнику в глаз. Но весь бой он проигрывал. Как ты считаешь, это случайность? То, что он проигрывал или просто бой не дошел до конца? Как ты думаешь, он сильнее своего соперника был или нет? Ну, вообще, как бы, если смотреть бой, то, естественно, смотрелся он не очень хорошо. Его, можно сказать, почти размазали. И ему ничего не осталось, да, кроме того, как тыкнуть в глаз и пройти в ноги. Но, опять же, тяжело что-то сказать, потому что бой не дошел до конца. Потому что это будет только первый раунд. Первый раунд – это не показатель, нужно смотреть все раунды. Либо видеть какое-то такое уже, ну, честное завершение, да, нокаут, либо болевой прием. Но смотрелся он очень уныло. И очень интересно, конечно, посмотреть этот бой. Но мне кажется, что он вряд ли уже состоится. Потому что недавно вроде ввели какие-то новые правила в NFC по контролю веса, да. И мне кажется, что вот этому бразильцу держать вес будет нереально. И он будет выступать, наверное, в полудежелом весе, а не в полустреднем. Следующий вопрос. Расскажи про сам семинар сегодняшний. Как так получилось, что ты решил приехать в Петербург, провести семинар? И будет ли это систематически? То есть, может, ты в другие города поедешь, проведешь семинары? Или это разовая акция? Ну, вообще, так получилось, что меня пригласили сюда и руководство клуба «Руслайтерс». И я, естественно, с удовольствием проведу его. Опять же, как представитель школы «Шторм», мне будет очень приятно чему-то научить ребят. Все, чему я буду учить, это все то, чему меня научил основательный школы Александр Шлеменко. И просто я покажу какие-то вещи, которым он научил меня, так как я их вижу, так как я их использую, ну, опять же, опираясь на свои какие-то данные физиологические, антропометрические. И покажу то, что, на мой взгляд, сейчас является такой острой проблемой наших бойцов, то, чему очень мало уделяется внимания в спорте кое-каким мелочам, которые помогают, помогают не проигрывать, выигрывать и показывать себя достойно во всех аспектах. И постепенно, ну, не за неделю, конечно, недели за две, и 86, и я подложу себе примерно до 82 килограмм. Диетами, обычными диетами просто, как бы, питаюсь, да, абсолютно так же, где питался, просто ем в два раза меньше. Включается, ну, элементарно, мучное, обжираловое, жирное, да, и больше пью, естественно, воды, ем по чуть-чуть, но много. Трируюсь обязательно, такие больше какие-то кардиотренировки, которые длительное время, по 30 минут минимум, там, не знаю, 6 раунд в бою с тени, но это уже подготовка к бою, подведение, когда остальные нагрузки закончены. Легкие какие-то бросики. Постоянно следую за весом. К примеру, если я вешал 85, то лечь спать я должен 84,500. То есть я должен лечь спать не ниже этого же веса, либо чуть ниже. И вот так я спускаюсь до 82. Получается, в ночь перед взвешиванием, ну, в вечер, я иду тренировку, мажу смазями, свит-свет, либо как он, амболин называется, еще что-то такое. Одеваю костюм, этот весогонный, и, опять же, делаю легкие буйстини, разогреваюсь, и примерно, ну, там, у меня уходит около двух килограмм. Ну, быстро уходит. Либо полтора. Но, во всяком случае, просыпаясь, я у меня лишних либо два с половиной килограмма, либо три килограмма. Остается до взвешивания примерно часов пять, я просто иду в баню, опять мажусь мазями и досиживаю там. И вот так мне легко, в принципе, дается с гонкой. Я себя чувствую хорошо, я восстанавливаюсь быстро, и я сильно себя не, как сказать, не мучаю, не насиловываю, и чувствую себя прекрасно на следующий день. Также на семинаре Андрея Кричкова присутствовал менеджер команды Русфайтерс Алексей Жернаков. Алексей, приветствую. Приветствую. Алексей, расскажи, Андрей, не очень много рассказал про сам семинар. Расскажи, что за идея вообще проведения семинаров, будет ли это систематическим? Ну, во-первых, добрый день, дорогие друзья. Да, это, конечно, будет целая система семинаров. У нас уже провел семинар один из бойцов Русфайтерс Кисаков Степанян. Сейчас вот сегодня семинар Андрея Кричкова. Андрей, ну, для тех, кто, если такие есть, кто не знает, живет и тренируется в городе Омске, тренируется в Афринской школе Шторм Александра Шлеменко, вот, также и Александр Сарнавский. Со всеми этими ребятами мы давно дружим и работаем, да, они также, мы представляем их интересы, как Русфайтерс. И сегодня пройдет семинар. Я, кстати, скажу, что буквально две недели назад мы организовали Андрею семинар в городе Хабаровске. И я вот честно могу сказать, что это был один из лучших семинаров, которых я видел вообще, потому что очень качественно Андрей подает информацию, информацию такую очень нужную редко. Вот. И я думаю, что сегодняшний семинар здесь, в Санкт-Петербурге, у нас в клубе Русфайтерс не станет исключением. Вот. И все присутствующие также получат очень много новой и интересной информации. А другим городам стоит ли ждать, или это будет только Петербург, потому что здесь базируется команда петерская Русфайтерса? Ну, я так отвечу, что семинаров Андрея Киришкова, безусловно, в других городах они тоже будут. Ну, а здесь в Санкт-Петербурге у нас на базе будут семинары и других наших ребят. Поэтому следите, как говорится, за новостями. Будем держать вас в курсе заранее. Вот. И лучшие российские бойцы, с кем мы работаем, они обязательно здесь проведут свои семинары. Слушай, расскажи про ситуацию, которая сейчас происходит в Беллаторе, то, что они избавились от Сарнавского, избавились от Волкова, и Минаков почему-то тоже не выступает. Там целый год выступает, но подняться уже три боя провел. В чем дело? Это какая-то новая политика? Ну, давайте так говорить. Если говорить про Сарнавского и про Волкова, оба бойца были уволены из Беллатора, но с ними был расторгнут контракт после поражения. Да? Вот. То есть, в принципе, в любом контракте, в любой организации есть пункт о том, что промоушен имеет право расторгнуть с бойцовым отношениям после его поражения. То, что Беллатор решил это сделать с Александром Сарнавским и с Александром Волковым, в принципе, когда нам об этом объявили, мы даже особо и не протестовали, честно говоря, против этого. Потому что у Александра Сарнавского оставался один бой по контракту, у Александра Волкова их оставалось несколько. Но в целом мы считаем, что в Беллаторе уже Александру дальше искать нечего, потому что ему надо как-то двигаться дальше. Почему? Потому что, ну, есть такое, скажем так, уже можно это признать фактом, что со сменой руководства Беллатора там совершенно другая концепция теперь, да. Если раньше под руководством Бьерна Рыбни, как мы знаем, были восьмерки, то есть там, скажем так, был в первую очередь спортивная составляющая, да. То есть они старались построить звезд внутри организации. Да, то есть человек выигрывает на телевидении три боя в течение трех месяцев, да, и с него там стараются сделать звезду, потом уж если он становится там чемпионом или победителем гран-при, соответственно, контендером, в него уже вкладываются, инвестируются деньги, чтобы сделать звезду внутри организации. А с приходом Скотта Кокера это полностью поменялись, они гран-при убрали, им звезд внутри организации делать стало неинтересно. Им стало интереснее, как бы, либо приобретать звезд уже, ну, даже, скажем так, не то, чтобы звезд, а известных бойцов, да, и делать с ними бои. Поэтому, если мы сейчас посмотрим, какие бои в следующем году анонсируются особенно сильно Беллатором, да, это бой Кимба Слайса против Дадак 5000, да, или бой, там, Кен Шамля против Хойс Грейси, там, 23 года спустя. Ну, то есть, такие вот бои деньги, то есть, в принципе, кстати, я думаю, что бой Шамля Кас Грейси, да, при всем таком, может быть, нашем к нему отношении, что обоим уже за 50 лет, рейтинг, я думаю, будут у него нормальные. Ну, вот это в первую очередь сейчас интересует, вот. А, как бы, делать, ну, с нашими ребятами, это, я так понимаю, не очень сейчас интересно, вот. Поэтому, если наши ребята там не показывают прям совсем хороших результатов, да, то тогда с ними дальше они уже решают место. Ну, как бы, это, по большому счету, их право, вот. Ну, по-прежнему, у нас там остается и Андрей Корешков, Виталий Минаков по-прежнему является чемпионом, Александр Шлеменко по-прежнему там один из самых, скажем так, известных и ведущих бойцов Беллатор. Поэтому сейчас ждем, когда закончится ситуация с судом у Александра, с атлетической комиссией, ну, и ждем его возвращения в Беллатор. То есть не стоит ставить равенство между атлетической комиссией и Беллатором? Нет, 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 это абсолютно разные вещи. То же самое там есть и брать. Нет, это комиссия, дело в том, что комиссия в каждом штате, она своя. Да, то, что сейчас, вот с приходом, опять-таки, нового руководства, большинство турниров стали проходить на западном побережье, ну, в частности, в Калифорной, да, там вот действует калифорнийская комиссия. Потому что при предыдущем руководстве, как показывала практика, большинство боев все-таки проходило на восточном побережье. Вот, или, там, в центре США. Вот, поэтому, нет, это, как бы, разные вещи. У них у каждого свои интересы, поэтому, если они где-то соприкасаются, это не значит того, что им обоим выгодно одно и то же. Просто так получилось. Хочу обсудить с тобой бой Мачаев-Сарнавский. Есть инсейдерская информация уже, что победителя ждет контракт с UFC. Расскажи, может быть, может, предкакт там завистайна, так ли это на самом деле, или это только слухи? И вообще, что думаешь по этому бою? Ну, нет, на самом деле, это не так. То есть, конечно, победу в этом бою любому из спортсменов даст многое. Но, конечно же, этот бой гораздо более интересен Мураду Мачаеву. Да, потому что, несмотря на свой достаточно хороший рекорд и так далее, таких действительно серьезных соперников, которых побеждал, у него они есть, но их не так много. Поэтому мы, как бы, этого боя ждем. Бой должен быть очень, как бы, в принципе, классный, интересный. Оба являются топовыми российскими бойцами в этой весовой категории. Насчет того, что победителя ждет контракт с UFC, я бы так не сказал. Если это так будет, хорошо. Потому что я не скрываю, что мы переговоры по поводу Александра с UFC ведем. У него сейчас было поражение в Белатере Марсенфельду. После этого он провел уже два боя. И тут важно еще, как бы, с кем эти бои. Да, то есть, у него первый бой был с Джесси Ронсоном, канадцем, ветераном UFC. А для UFC это имеет значение. Если боец в них выступал, для них это уже, как бы, знак, что если его побеждаете, это важно. Вот. После этого был бой с очень таким неплохим бразильцем, который очень быстро Александр выиграл. Ная. Вот. У него прозвище во Владивостоке. Сейчас будет бой с Самурадом Мачаевым. После этого тоже есть варианты, да, выступления, опять-таки, в марте в Абу-Даби. То есть, там тоже даже есть соперник. Это Вейлон Лоу, тоже ветеран UFC. Вот. Поэтому, если так вот обратить внимание, все соперники, с кем Александр сейчас столкнулся, с кем будет сейчас выступать в ближайшее время, они обладают все очень хорошими, как бы, рекордами. Вот. И по возможности у них есть история участия в американских промоушенах. Ну, или, в частности, UFC. То есть, ну, эту цель мы преследуем. Вот. А дальше смотрим. То есть, если это станет после боя с Мурадом Мачаевым, хорошо. Если это станет после боя с Вейлом Лоу, хорошо. Но, в принципе, у нас эта цель попадания в UFC такая есть. Либо вы сами как-то учитесь, да? Где легко учиться? У кого-то тренинг. Подожди, да. И где просто учиться, не рискуя ничем? На каких-то любительских соревнованиях. Ну, тот же рукопашный бой, боевой самбо. Вы не рискуете там какой-то, не знаю, там, карьерой либо своим рейтингом, да? Там вы учитесь настраивать и справляться со своими эмоциями, которые вам будут мешать. То есть, вы должны сфокусироваться полностью. Ну, да, мне лично помогает тренер, да. Ну, я вот такой человек. По любителям где-то, да, возможно, самому где-то как-то настроиться. Но вот в профессионалах, особенно, когда, не знаю, очень высокая ответственность, да, то с этим мне, к примеру, помогает справиться мой близкий человек, мой тренер. Айсен Рашлеменко. И просто он сам по себе психолог и знает какие-то подходы ко мне, ключики. Потому что мы уже долгое время общаемся. Но вот, опять же, из своего личного опыта, да, когда я, к примеру, на какие-то бои сам настраивался, когда, к примеру, ну, были такие бои, когда Александра не было рядом, то я старался себе, скажем так, ну, вы не то, что себя в какой-то трамп угоняете, да, нужно немножко, как бы, вот, от всего, я лично, абстрагируйтесь, да, то есть от окружающего мира у вас, то есть вот только ринг, либо клетка, либо вазами. И вы начинаете, ну, вот я начинал себе просто немножко внушать как-то, что все хорошо, я не нервничаю, я хорошо готовился, я начинаю себя успокаивать и подводить такое, скажем, состояние боевой готовности, когда ваш пульс примерно не больше 14-15 ударов за 10 секунд. То есть если он больше, это уже лихорадка, как называется, когда вы горите. Либо такое вялое состояние, это такая апатия, когда он еще ниже 14-15 ударов, это тоже плохо. Это, опять же, это из-за высокого содержания адреналина. Чтобы справиться, скажем так, с высоким содержанием адреналина, когда у вас вот волнение, вы плохо чувствуете, задыхаетесь, нужно пропотеть. Элементарная разминка на лапах, движение. Опять же, ну, вот мне справиться с моим волнением, вот с этим адреналином помогает тренер, мне повезло. Вот так.